Христос разорил ад В ответ на этот вопрос хотелось бы вспомнить послание 1 апостола Петра Это единственное послание, в котором очень четко и последовательно выдерживается идея о сошествии Господа Иисуса Христа в ад Вот эти слова, это 3 глава, 18 стих Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных Быть умершлен по плоти, но ожив духом, который он, находящимся в темнице, духом сойдя проповедовал Некогда непокорным, ожидавшим их Божию долготерпению в одни ноя, в одни строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды Так и нас ныне подобное сему образу крещения, ни плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа Который, взойдя на небо, пребывает одесной Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы Обращая внимание на текст Ветхого Завета, мы с вами видим, что ветхозаветные тексты обычно не затрагивают тему загробной участи Это прерогатива языческих было текстов и языческих религиозных исповеданий Однако православное учение о загробной жизни говорит о том, что в действительности после смерти человек сходил в ад Несмотря на то, что праведником он был или неправедником А наследие Царства Божия, в этом сходятся все христианские толкователи Наследование Царства Божия возможно благодаря искупительным подвигам Господа нашего Иисуса Христа Который действительно открыл нам вход в Царство Божие Потому что Он сделался подобным нам, усыновил нас, сделал нас Богу своими И мы поэтому входим в Царство Божие, в рай Христос сходит в ад и разрушает его давление над человеком Один христианский мыслитель XX века, Льюис, говорил о том, что двери ада закрыты изнутри Человек, находящийся в аду, хочет находиться в аду Ему там хорошо, ему не хочется в рай Поэтому Бог устраняется от этого человека, от его души Более того, нужно обратить внимание на то, что восточное учение загробной участи Больше склоняется к идее о том, что ад и рай это состояние духа человека, а не определенное место Бесы отстроили, бесы ничего не строят Господь разрушил двери ада Это частые метафоры, использующиеся в православном богослужении, но которые говорят о духовном состоянии А не о какой-то крепости подземной, которую Христос по своем воскресении разрушает Взламывает двери, уничтожает ключи, связывает демонов Хотя, конечно, когда мы это говорим, у нас сразу возникают христианские православные песнопения Пасхального или воскресного цикла Но здесь речь идет о другом, о состоянии духа человека, о состоянии души человеческой Надеюсь, что этим я ответил на ваш вопрос О том, что не разрушение или созидание, не восстановление основы Просто до сих пор есть люди, которые не хотят быть со Христом И не хотят входить с Ним в общение и входить в Царство Божие Всем желаю доброго здравия и наследования Царства Божия Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok